Ну что по игре, те эпизоды, которые мы создали, их надо, конечно, реализовывать, надо забивать, надо решать. Хорошие были выходы, два против одного. Ну, это есть мастерство. Если бы все эти хорошие моменты, что мы создавали, реализовывали, то, наверное, ребята проиграли в другом чемпионате и зарабатывают другие деньги. И радовывают, и рады других болельщиков. Спасибо. Ваши вопросы? Сергей Викторович, Александр Гурин, Тибонаком. Сегодня появилась информация. Призбол отправляет Сороку в Апайл. Насколько эта информация соответствует здесь? Я первый раз слышу. Вы знаете, что любой трансфер, еще надо пройти и медобследование, и все, но у меня вообще нет никакой информации конкретной по Сороке, чтобы приобретать. Когда будут подписаны все бумаги, тогда я, наверное, скажу, да, он перешел в другой клуб. На сегодняшний день он наш игрок, поэтому... Может, призбол что-то больше знает, я не знаю, кто это, какие агенты на них работают. Это призбол. Есть у нас пару бандеркинов, которые всякую дезинформацию кидывают. Спасибо. Следующий вопрос. А вообще, насколько сложно будет Сороку удержать по игре, которую он показывает в последних матчах? Я, наверное, говорил, что мы никого не держим. То есть, если ребята заслужились, это нормальное явление. Каждый футболист хочет пойти на повышение, попробовать себя в другом чемпионате. И я считаю, что если у него есть хорошее предложение, там прописана сумма отступных, то есть клуб эта сумма устраивает, значит, почему он должен мешать футболисту в игре. Да, может, у него все получилось, и еще дальше пошел. Про игру какие-то вопросы? Да, конечно. Иванов очень здорово вышел в перерыве. После перерыва свежего игру. Насколько вы довольны его игрой? И может ли он рассчитывать на больше времени в основном составе? Я немножко по-другому смотрю. По мне он сильно распылялся, и я от него требовал немножко другого. Больше конкретики в завершающей стадии. Вы поймите, что футбол это... Вы помните, Грецкий сказал, говорит, хороший хоккеист там, где шайпа, а великий там, где ламун. Так вот я хочу, чтобы они все-таки думали на один такт вперед, а не мысли, как говорится. Вижу мяч, и туда бегу. Все наигрываем на тренировках, там много есть взаимодействий, но пока, конечно, хочется, чтобы именно понимание было немножко выше. При этом состав там два момента или три для Хвощинского. Я говорю, были хорошие выбегания, он хорошо давал быть. Но это ровно сколько продолжалось? Первые 20 минут, 10. Пока он слышал тренера, пока его голова думала то, что ему сказал. Потом он начал опускаться низко, начал играть другой футбол, и вот этим я не доволен. Сочевка и Найок появились в составе. Насколько вы довольны их игрой? Насколько я знаю, у Найоков было растяжение задней поверхности? Насколько это влияло, не влияло? Та ситуация сейчас, видите, с Галовичем и с Никовичем. То есть с чем связано, мне даже трудно так вот может ответить, но у меня есть свои соображения, с чем это связано. Сейчас вы видите очень сложные погубные условия. И 21 век, когда поле поливается, там со шлангом ходят, еще с этим. То есть самое главное для спортсмена, для футболиста, это комфортные условия для работы. То есть это поле, мячи, питание, восстановление, вот эти вещи. То, конечно, у меня большие вопросы по... Люди делают все возможное, но невозможно же поливать поле круглосуточное, потому что вы сами видели. Вот поэтому приходится работать на очень жестком поле. И реально я вижу, что у ребят там заднее, то есть совсем другие мышцы работают. Поэтому я думаю, что с этим тоже есть и связано. Проблемка. Сколько это? Решать. Стараться решить в проблемах можно быстро. Можно включить телефон. 21 век, понедельник, 5 часов. Насколько это нормально для того, чтобы проводить матч команд, которые борются за самые высокие места? Я думаю, это лучше спросить у болельщиков и у тех людей, кто эти матчи так назначает. Мне нравится. У нас постоянно 10 пар судь-судьи глаз смотрят. На наши все матчи 5 судьи. Тоже интересно мне так вот. Никто не задавался вопросом. Интересный момент. Кстати, вы сегодня были очень эмоционально. Там с резервным арбитром говорили. Не, о резервном, по мне, как раз, может, и вы адекватные, но главный арбитр ему, мне кажется, лучше в Жодину судить. Почему в Жодину? Потому что, чтобы вы понимали, когда человеку объясняет, что нереально отобрать мяч со спины, потому что ты вроде хочешь сыграть мяч, но ты сначала бьешь по ногам, а потом ты, может быть, и попадаешь в мяч. На что он сказал, я все видел, я все контролирую, я занимаю правильный позит. О чем можно еще говорить, если люди не понимают, для меня это простейшая ситуация футбольная. Со спины ты никак не можешь отобрать мяч. Толчок спины, это не толчок спины, а толчок между реберами. Оказывается, можно между реберами тоже толкать. У нас сильная трактука момента от горлов. Поэтому... Какая трибуна, кому-то что-то интересное? Хочу хоть трибуна есть. Слава Богу. Так вообще бы не думал. Скажешь, что слова не даю людям. Сергей Витальевич, во втором тайме очень здорово. Вы видите, что свежел игру заменами. Насколько вы были готовы к этому? Или оказались не готовы? Не то, что свежел. Просто пошла такая игра на встречных курсах. Видимо, понятно, им надо было атаковать, чтобы забить мяч. Но я не пойму своих игроков. Потому что я еще... И во время второго тайма я ребятам показывал. Не гоните спокойно, контролируйте игру. А мы начали бежать вперед большими силами, то есть огоняя тылы. Это, я считаю, есть уровень класса игрока. Умение чувствовать игру, умение засушить даже игру. За счет именно интеллекта, за счет... И потом спокойно выжидать. И бог у нас второй момент, все. Но мы почему-то стали бежать куда-то, какую-то гнать куда-то. Зачем? Да, у Витебска, я считаю, в атаке у них есть хорошие исполнители, которые могут исполнить. Практически у Витебска и был этот один момент, и они его решили. У нас же было значительно больше моментов. Но это футбол. И здесь, ну, что поделаешь, мы смотрим чемпионат мира. Одна команда вроде играет, играет, и может лучше играть, чем кто-то проигрывает. Но за это, наверное, и любят футбол, что здесь все возможно. Ну, при этом гол, который забил Витебс, не поверю, чтобы не рассматривали эту комбинацию, потому что, ну, это много очень лечей. Витебс правил именно так, когда по праву флангу убегает нападающий, отрабатывает на скетов, а скетов падает там завершение. Нет, так, что было в этой комбинации такого интересного? Там была так, была простая подача, где при любой подаче, что происходит? Единопорство. То есть, кто выиграет? Или защитник, или нападающий. Сейчас очень, я говорю, сейчас много таких вот моментов. Ну, вот советская наша премия нас заставляли, там, чуть ли не персонально. Мы умели очень хорошо играть персонально. Сейчас мы играем вроде зонно, но это идет, я называю так, коллективная безответственность. Потому что один нападающий может спокойно сыграть, а защитник будет устоять, наблюдать, и каждый будет думать, кто же с ним играет в этой зоне. Здесь я считаю, что первое, это мы дали подать. То есть, в этих эпизодах надо играть более агрессивный ватболь. И второй эпизод, конечно, Саша Наех, я считаю, прозевал своего игрока. Он должен был перед ним входить головой и выносить мяч, но не тянуться. Он должен был заблокировать нападающего, не дать ему пробить. Вот здесь так разобрать одно. А так, я не видел там никакой суперкомбинации. Простая подача с фланга, вход. У нас такие же эпизоды, мы не забили там. У Быкова была, кажется. Какой же тоже эпизод. Мы вышли, ну что ли, футбол. Надо жить уже все, не сегодняшняя, не прошедшая их война. Надо думать о следующих. Спасибо. Все. Простите, пожалуйста.